Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, Ваша фамилия, имя, отчество? Оттока Мария Алексеевна, 2Т, Оттока. Год и место Вашего рождения? Год и место, да. Родилась в Орловской области, Орловская область, Хатанецкий район, деревня Бонарышкина. Бонарышкина? Бонарышкина, Большая Нарышкина, там сидит, в 1925 году. А дата рождения? 28 августа, 23 августа, 1925 года рождения. А, вспомните, в каком году Вы попали на фронт? На фронт. Когда война началась, в 1941 году, 22 июня, мне тогда было всего 16 лет. Так, ну я дождалась, мне это не взяли в 16 лет, потому что я хотела в 16 лет уйти, потому что у меня погиб старший брат. По пермобилизации прямо сразу же погиб, он разбомбил его в Ашавоне. А вспомните, в каком году Вы выбыли с фронта? А? Вы выбыли с фронта, в каком году? Я? Да. В каком? В 45-м году. В 45-м, да. В 45-м году, 16 июля. А на каком фронте воевали? Первый белорусский. А может быть, вспомните соединение, Вашу часть? Вся часть, я какого не помню. 26-й отдельный зенитно-прожекторный батальон. 26-й отдельный зенитно-прожекторный батальон. Батальон, да? Угу. В каких родах войск Вы служили и Ваша воинская специальность? Как, в каких родах? В этом идет уже... Зенитно-прожекторный батальон. Ваше воинское звание, должность? Рядовой. Вот вспомните предвоенные годы. Было ли какое-то ощущение войны, что война надвигается? Нет, ничего не было. Я в 40-м году закончила 7 классов, потом училась, год проучилась. Это 41-м, и тут же война началась. И два года я уже в оккупации была. Вот скажите, а как Вы узнали о начале войны? Что, в каком году? Как узнали о начале войны? Как узнали, объявили же. По радио, да? Сразу же объявили по радио. Я в Брянске училась, и объявили по радио, что началась война. И сразу все распалось, развалилось, все прозьехали. Вот скажите, слышали Вы речь Молотова? Молотова? Да. А Сталина? Нет. Не слышали? Ну, Сталин. Сталин много раз выступал. Он же говорил, что будете бдительны. Фашистов, врагов много. В Брянске тут же еще, когда я еще не взяла, уже нашли одного негодяя. Скажите о том, как Вы попали в армию? Я в 43-м году, 6-го ноября, сама добровольно пошла. Добровольно призвана. Добровольно пошла. Пришла в военкомат. Вот так и так, я хочу на войну. Ну, и меня сразу защищали, вот этот же батальон. Это тоже 26-й отделе проживательный батальон. Да, батальон. Мы стояли зиму целую в Орле. Весь батальон находился в Орле. Зенитно-прожекторный батальон. До весны мы простояли в 44-м уже. Весной, в апреле, примерно, в последних числах, нам команда была свернуть материальную часть и выезжать. А мы-то, как рядовые, мы-то же ничего не знаем, куда нас посылают. Наше дело, свернуть шинель. Да, сделать и пошли. Так, карабин в руки, противогаз на плечо. Все, садись в машину, поехали. И мы поехали, мы не знали, куда едем мы. Но команда они, конечно, осознала, потому что я потом уже узнала, когда говорили, что Жуков просил Сталина, чтобы на этот фронт были прожектора, немедленно были прожектора. И когда мы приехали в Белоруссию, там по всем кустам в Белоруссии мы стояли. Пусть стоят, что-то не год. Это приехали мы в мае приехали в Белоруссию. Простояли, там столько было родов войск, стояли, готовились к наступлению по лесу. А мы уже охраняли. А вдруг налеты будут? Вот, мы должны были все это делать. И мы простояли до октября месяца в Белоруссии, в лесу, в лесах. А потом нам была команда свернуть свою материальную часть, и мы приехали в Польшу. И в Польше стояли там на крайне, в Познане, стояли до 45-го года, до апреля месяца. Ну, наша была команда, работа какая, следить за своей материальной частью, охранять все там, чтобы это не получилось. И вдруг нам в конце апреля команда свернуть материальную часть и ехать. Мы не знаем, куда едем, конечно. Садимся все опять. Я только догадалась тогда, когда приехали. Ехали целый день, как поехали с утра, с большими интервалами, ожидали, пока темно станет. Мы же не знали, что мы едем в Германию. Когда подъехали к Одеру, я спросила, у солдат стоит там, я говорю, что это за река? Он говорит, что это Одер. Я же догадалась, я же знала, чья это река. Мы приехали в Германию, стоять под понтонный мост. И все это, мы стояли, сопровождали, потому что темно было, это же в мае месяце, в начале мая, да, сопровождали машины. Чтобы машины не свалились этих с мостов. Когда машины прошли, проехали мы, мы пешком шли сзади машины, потому что пули свистели, не слышно ни черта. Там были подготовлены уже и окопы, и для машин, и для прожекторов, и для всей техники. И стоял, нас ожидал офицер какой-то, фронтовик. Ну, потом он сказал, это я, для поддержания вас, чтобы вы не боялись. Мы не боялись ничего. И мы в окопах просидели всю ночь. В 4 часа утра нам команда была светить 1200 прожекторов было на этом, на этом Белорусском фронте. Вот, светили 40 минут, когда закончилось, сказали команду прекратить светить. А пошли танки. Вы знаете, сколько танок было недалеко, прям кустики небольшие, сколько там стояли, уже готовились танки. За танками пошли пехота. Кто босиком, кто раздевший, кто раздевший, всякие. Вот, пехота прошла, нас построили сразу же после всего этого и стали награждать. Кого? Кого. Я, как в первой номере прожектористом была, мне металь за отвагу получила. Вот. Теперь, ну а за победу над Германией, это уже после выдавали. Ну и они все равно пропали уже, эти медали. Потому что я после этого, как приехала. И только мы 16 июля, я приехала домой. Приехала домой, мать умерла, под разбитая корыта приехала. Одна сестеренка осталась, 14-летняя. И все, вся моя работа. Вот вспомните, в каких сражениях или операциях вам пришлось принимать участие? Ну вот в этом белорусском, в этом белорусском направлении, да. Одну прожектористку одну снарядом убила у нас. Но нет, нет, ну с нашего батальона, пензенскую девушку. Мы потом вернулись оттуда на свою родину, переехали немножко. И тут же в кустах мы ее хоронили. Вспомните, вот может быть был какой-нибудь яркий боевой эпизод, который вам запомнился? Да, какой там яркий, какой там на войне яркий. Не знаю, может быть что-то отложилось у вас. Немцев погнали, немцев потурили сразу. После, когда это уже закончилось, наш начальник говорит, девчата, вы хотите поглядеть, где немцы? От наших, где мы сидели в окопах, 700 метров немецкие были блиндажи. Там были блиндажи, а просто хоромы были построены. Там все на свете мы поглядели, там и ковры, там и паласы, все на свете. Вот, немцев уже не было. Убитые несколько немцев было, лежали. Вот, а на нашей территории не было немцев, ни наших, ни немцев никого. Вот, вот мы знаем, что вот советские солдаты часто на войне проявляли массовый героизм. Были ли вы свидетелем такого факта? Нет, нет. Нет, ничего такого не происходило. Нет, ничего нет. Вот скажите тогда, с какими чувствами вышли на войну? Вот. С какими чувствами? Да. Ай, шла в бой, думаю, что будет. Убьют, убьют, жива буду, вернусь. Я ничего не боялась, вы понимаете? Я не чувствовала войны. Я думала, что это убьют, убьют. Ради того, что погиб мне брат, я хотела отомстить. Вот скажите, как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? Когда отступали, то плохо было. Ой, нам досталось. Мы думали, что и немцы нас постреляют. Неожиданно, что и пришли немцы к нам. Они, вернее, вот как. Я была как раз тут, одна дома. Никого у нас дома не было. Смотрю в окно, идут немцы. А, они кидали когда-то, где-то говорили. Мужчины рассказывали, что лисовки бросали. Будем идти к вам, мы зеленые, одежды будем, не бойтесь. Пела, углянула, идут немцы с автоматами, своими автоматами шуев. Автомата у нас не было тогда, карабины были, автоматы уже у нас появились позже. Вот, думаю, ну все, сейчас меня убьют немцы. Заходит один немец, говорит, все равно я встаю вот такой, это же мне сколько было тогда. Шестнадцать лет еще не было. Ну, думаю, ничего, он посмотрел там где, яйки, яйки, что-то, яйца просил. А я их не нашел, забернулся и ушел. А так, знаете, что, вот где мы жили, у нас там немцев редко. Только карательные отряды приезжали, а те негодяи были такие, что... И убили, убивали, убивали, если Плотьев сказал, что убивали. Вот расскажите о своих командирах. А? Расскажите о своих командирах. Вот вам запомнился какой-нибудь командир из командующего состава? Ну, что командиры? Командиры должны подчиняться всем. Ну, может быть, фамилию какую-нибудь вы вспомните? Нет, ну, это же давно прошло, господи, сколько времени. Если бы в первых днях я вам все рассказала подробнее бы. А сейчас уже время-то прошло. Может быть, тогда вы скажете, кого вы считали наиболее выдающимся полководцем? Полководцем? Да. А полководцев было много. Ну, и предателей из полководцев было немало. Ну, да. Вот скажите, а на фронте были люди разных национальностей, да? Украинцы, белорусы, кавказцы, да? В основном больше было белорусы, белорусы и евреи были. Скажите, как отношения? У нас даже был один командир взвода, командир взвода, Слуцкер фамилия, Слуцкер. Он жил в Белоруссии. Вот. И он хороший человек, очень хороший. Он даже ко мне думал, что это замуж, я за его пойду. Я говорю, что я пойду, 18 лет мне, говорит, сестреночка осталась там одна. Нет, никаких замуж, мне не надо. Вот так. И командир роты был очень хороший, такой внимательный. Часто приходили к нам. Эти ж были по точкам распределены были. Я, например, мы стояли на 12-й. От командного пункта стояла на 12-м. Там на 12-й километров. Вот. Часто приходили к нам. И политзанятия проводили. И ходили мы на охрану. Около железной дороги было, когда это в Орле стояли. Очень много военного снаряжения всякого было. Охраняли склады. А вдруг какой-то подорвется склад, что-то там летит в воздух, все на свете. Вот стоишь на посту. Однажды, а наши же командиры тоже нас испытывали. Вот однажды я стою на посту. А нам же, когда иду я на пост, пароль говорят. Чтобы я знала пароль, кто идет. Идет. А темно было. Я гляжу, приглядываюсь. Думаю, господи, сама испугалась. Думаю, а вдруг фашист какой, черт же его знает. А я стою, кто идет. Он молчит, продвигает. Идет. Я стою, кто идет стрелять буду. Как уверх пульнуло. Он тогда остановился. Пароль сказал. Пароль сказал. Оказался, это наш взводный командир. Взводный. Проверял, да? И он это опытывал. Я пришла с поста, когда вернулась. Пришла, думаю, ночь не спала. Думаю, ну, у меня, наверное, теперь посадят на гоп-вахту. Что я неправильно. Когда вызвали командира роты, командир роты. Атока, фамилия моя тогда была, девичья. Рябикова. У вас, это, благодарность вам записываем за вашу, что вы, я служу Советскому Союзу. Советскому Союзу, когда служили. Вот и все. Вот это мне случай был. Ну, знаете, я тогда перепугалась так, думаю, ну, посадить на гоп-вахту. Я неправильно, наверное, поступила. Ну, я правильно все поступила. Чуть и не убила этого командира. Вверх стреляла. А думаю, если бы он пошел дальше, я бы у него. Я стреляла на пять. У меня же рука была набита хорошо. Вот так. Ну, и вот так и произошло. Ну, скажите, повлияло ли ваше участие в войне на отношение к религии? К религии? А тогда религия какая была? Тогда религия никакая она была. Тут и не верили этой религии. Ну, вот и как-то не осталось, да, никакого впечатления? Вот многие говорят, что боялись, да, вот в Бога верили. Нет. Тогда как-то все говорили. Коммунисты. У меня же дети были непрещеные, потому что у меня свекр. Когда уже я война закончила, пришла домой, вышла замуж. Вернее, я не вышла замуж, закончила технику. Меня назначили у Нейческий район работать. Вот. Свекр был коммунист. У меня же дети появились, когда это замуж я вышла. Там же. Вот. Я ему, я говорю свекрови, говорю, что можно перекрестить. А свекра говорит, что ты, Маша, надумалась? Я же коммунист. А он еще был директором кирпичного завода свекра. Меня сейчас же с работы снимут, если ты пойдешь. И так мы не крестили. Не крещеные. А уже дети перекрестили уже теперь. Когда детям дочери уже 52 года, сыну 50 лет. Сын живет в Донецке, дочь в Раменске. Скажите, может быть вам что-то вспомнится из встреч с населением, да, вот когда вы проходили какие-то населенные пункты во время отступления, да, когда приходилось наступать? А какие во время отступления? В Белоруссию уж. В Белоруссию тогда там она поставила особо стену. А мы же в Белоруссии. И на Белоруссии, и тут на границе с Германией. Мы тут на окраине, мы на самой окраине. Когда наши стали, пошли в наступление. Вот. И все. И больше тут никаких там пришествий не было. Никаких ничего не было. Скажите, а каким было отношение наших солдат к населению Германии, других европейских стран? Ну, как отношение. Наши солдаты, на нашем приказывалось, что не трогать, никого не трогать. Были наши солдаты. Но некоторые рвались, что он убить, застрелить. А знаете что? И немецкие, и не все были люди. И были хорошие из них. Мы, говорит, мы не виноваты. Нас тоже послал Гитлер. Вас послал, говорит, Сталин, нас послал Гитлер. Так что мы тоже не виноваты были. Вот так. Так что... Вот скажите, в составе вражеской армии были и румыны, и финны, и итальянцы, и венгры. Вот вы их как-то различали? Различала. Конечно, различала. Знаете, венгры были лучше, мне казалось. Венгры лучшие люди. Однажды сидим, мы что-то... Еще я не была на войне, а в окопах сидим около дома. Бой зашел. А мы сидим в окопах. Вот один венгр... Вот смотрит, что мы сидим в воде, в воде по колену такого. А мы такой с ним колотимся. И один немец зовет мою маму, она уже умерла в 44-м. Я ее не застала. Я приехала, и уже ее не было. А мы же голодные тоже сидели. Что мы там? Потому что день и ночь стояли, все глядели, где-то что-то побьют нас. Ночью однажды выгоняли. И он, этот, подходит и говорит, матка на булку хлеба немецкую. А знаете, какой немецкий хлеб? Он с опилками был, спеченный. Опилки, а не с опилками. Они 20 лет заготавливали, готовился Гитлер к войне. 20 лет заготавливали. И это... Пергамент на бумаге завернута. И эту... Консервную баночку. А это вот... Киндер, это твоей, мне тогда было 15 лет. Сестреночка меньше, совсем было 8 лет. Вот. Этого начал. Хороший. Хороший человек. А мы тоже подневольные. Нас тоже, говорит, Гитлер. Ну там же они, как они прошли? Там они без боя прошли. И в Польше мы стояли. Там в Польше ни один дом был не разбит. И Польшу так же они окружили и все. А тут все поразубили. Вот скажите, приходилось ли вам слышать о Власовцах? Кого? Власовца? Слышала. Не слышала даже одного Власовца. Один я когда кончила технику, бухгалтерское отделение. Мне посылают в Нельский район работать бухгалтером. Я приезжаю туда, главным бухгалтером работала. Ну там и мастерские были, и все на свете. Я захватила немножко МТС даже. МТС тогда же были. А потом и РТС, уже МТС разгоняли. И один Власовец у нас был. Ну как-то заговорились, я их не знала первое время. Заговорились, ну как так он мне говорит. Вот Мария Алексеевна, ты на фронте была. Вот ты вояка, ты вояка. Я говорю, да, была я говорю. Но среди наших, говорю, много предателей было, негодяей. Власовцев, который, говорю, продал всю армию свою. Да, сдал немца. А вы знаете о том, что он же у Германии были там подстроены. Вот какой Власовец. А он говорит мне, Мария Алексеевна, а я служил в Власовской армии, служил. А я говорю, Петя, а почему... Да, и он, когда этот Власов распустил всех, он там в ближнюю деревню, какими путями добрался, там к одной старухе прилип, там жил сколько времени. Когда война закончилась, он тогда свободно уже отдыхнул. А он сам где-то из Подмосковья. Ему туда не разрешили даже ехать. А он же там же остался. А почему ты не пошел никуда? Неужели нельзя было уйти, когда Власов распустил вас всех? Вы бы не у партизаны шли бы. Не у партизаны, шли бы, искали бы войска, которые... Многие шли. Многие шли. А ты наплевал я, чтобы свою голову подставил. Вот так, он же умер. Уже умер. Ну скажите, а как к ним относились? Кто-то говорит, что хуже, чем к немцам, да? Кто-то говорит, ну, их тоже можно было понять. Ну, как это, ну, к этим людям, к Власовцам. Да, да, да. Ну, а что мы делаем с ними? Он такой был. И он был, знаете, он лейтенант был. Не рядовой. Я говорю, типа-то звездочки. Он, я говорю, закончил только училище. И их же направили в эту, попал туда в Власовскую армию. А значит, я его там, командиром каким-то. Командир этот удрал. Удрал. Вот, я говорю, тебе, я говорю, непростительно, я говорю, непростительно. Ну, он всю жизнь, наверное, трусился, боялся всего. А я говорю, а я не боялась ничего. Я говорю, я не боялась. Я говорю, 18-летняя девочка пошла. Когда военкомат пришла, военком говорит, что ты, девочка, пришла? А мне волосы, гости, такие длинные были. А он за косу взялся и говорит, девочка, и ты пришла, что ты будешь? А я говорю, я пришла и говорю, и все, до 18 лет я первый раз пошла. А он, на сколько тебе лет? Я говорю, 17, скоро будет. А он говорит, иди, подрасти еще. Подрастешь, тогда мы тебя возьмем. Через 18-мек исполнилось, пошла сразу. Я говорю, больше я никуда не пойду. Давайте мне куда-нибудь, в какую-нибудь часть. Ну и все. Вот расскажите, были бытовые трудности на фронте? Вот нужно было мыться, кушать. Как? Вот были бытовые трудности, да? Вот нужно было мыться, кушать, да? Как вам их приходилось преодолевать? Ой, по-всякому приходилось. И холодные были совсем. Другой раз, когда вы были на фронте, там даже и кухня не приезжала. Даже кухня не приезжала. А мы когда ехали из этого, в Белоруссии когда стояли, там останавливались они где-то, команда у них ходила наша, там банку консервы давали на двух человек. И сколько там, 200-300 грамм хлеба. И все. Мы не просили ничего, что есть, что сидели. И в снегу, и замерзали, и не боялись ничего. Скажите, а когда было труднее воевать, летом или зимой? Конечно, летом легче. Летом легче. Почему? Потому что летом тепло, а зимой холодно. Мой свекор был под Москвой. Это Клин, Москва. В этом служил. Не служил, а воевал. И в окопах сидели, говорит, мерзли, голодные. Ничего не было, доставки не было туда. И он, говорит, ночью ползем, говорит, убитый. Тогда же и коней было много, там все, это технику на конях волочили, всю эту технику, вот, пушки, пулеметы всякие. И он, говорит, ночью ползем, говорит, убитый конь валяется, отрубаем, говорит, волокем сырое грызли. Всякая война на войне была. Вот. Ну, все. Вот расскажите, как вы оцениваете нашу боевую технику? Как? Нашу боевую технику, как вы оцениваете? Была страна готова к войне? Ну, а как же, а как же. Все было подготовлено. И нас выучили, и технику эту знали на отлично. Вот скажите, а было у вас какое-то личное оружие? Нет. Личного оружия не было, да? Личное оружие даже и у командиров нашего, который с нами был, не было ни у кого. Ну, скажите, как вы отдыхали во время перерыва между боями, да? Приходилось ли вам видеть выступления артистов, концерты фронтового бригада? Нет, нет, этого не было. Не было ничего. Ну, скажите, каковы были отношения между мужчинами и женщинами на фронте? Наш командир батальона выстроил всех подряд. И мужчин, и женщин. И сказал, если хоть одну женщину тронете, да пожалуется в штрафную. Не было никаких случаев. Во всем батальоне не было. Не слышно даже разговора не было об этом. Скажите, были такие наркомовские 100 грамм? Нет. Вам не давали? Нет, 100 грамм никогда не давали. Никогда. Да какие там 100 грамм, когда отступали наши, то наступят, где-то там 100 грамм будут. Без 100 грамм воевали. И воевали все самые преданные остались. А предатели все попрятались. Вот расскажите, вы писали же домой, да? Письма писали. И письмо из дома получила, что сестереночка, уже сестереночка нацарапала письмо мне, что умерла мама. Я как плакала. Командир и ругала, говорит, кто это надо писать на фронт. Люди едут на фронт. Я говорю, она откуда знает, где я, сестренка. Мама-то умерла. Вы были ранены, да? Или не было устранений? Нет. Я операцию сделала уже тут. Вот скажите, вы попадали в оккупацию, да, вы говорили? В оккупацию, это 41-42-й. Вот в оккупации были. Расскажите поподробнее об этом. Как вам, может быть, относились? Вы знаете, что? У нас немцев не было. Не стояли немцы. И к нам редко наезжали люди, я вам уже говорила. Карательные отряды. А карательный отряд, он приедет, что-нибудь, то ли корову свистить, если корова есть, если что-нибудь, поросенка. Вот как приехали тогда, с летом раз приехали, как за поросятами гонялись, рукава закасали до сих пор, за поросятами гонялись. Кур били. Ну и все. А так, чтобы... Ну, и у нас корову забрали, корову забрали. Ну, забрали корову, это же немцы. Скажите, вы знали о союзниках СССР? Нет, сначала не знали о союзниках, а потом уже после, когда этот второй фронт открылся. Потом уже... Скажите, может быть, вам приходилось видеть кого-нибудь из них? Может быть, технику их видеть приходилось? Видела технику. Подождите, как-то большие машины их немецкие называют, эти, американские. Забыл название их. Большие машины. Видела даже и людей. Да? Американцев. Может быть, вам даже приходилось есть американские тушенку, не ели? Нет, нет, нет. Ну, с командованием, в том, мы рядовые были. Вот расскажите, где и как вы встретили День Победы? День Победы встретились на немецкой земле. А что вы делали, вот конкретно, вот когда вот объявили, что война кончилась? А, да. Когда кончилась победа? Да. А ничего, нам была команда, оставайтесь вот здесь, на местах, потому что... Куда ж нас отправлять надо? Там собралось, знаете, и трактористы, и шофера, и разведчики всякие, и пулеметчики, и всякие, и снайперы родов войска, и врачи, и медсестры. И все, которые уже не нужны были там, ждали, пока это восстановится. Пусть. Ну, понятно. Кого везут? Вот, пока подгоню тишелон, вот, и мы там сидели, ожидали. Вот скажите, что вы сразу почувствовали, когда вот сказали, война закончилась? А что почувствовалось? Я ничего такого хорошего не почувствовала, потому что я знала, что я еду, не знаю куда. Не знаю куда. Вот скажите, есть какой-нибудь вот фильм художественный, который хорошо передает ощущение вот войны, той атмосферы? Ну, как, я военный вообще фильмы люблю, все, все военные. Вот, может быть, один какой-нибудь вам запомнился? Да, сейчас, я забыла уже, сейчас забыла еще. А может быть, книга есть какая-нибудь о войне? А я фильм, подождите, какой-то я смотрела фильм. Да и вообще-то забыла уже сейчас, не помню, не помню. Может быть, вы что-нибудь посоветуете молодежи, вот, в честь вот 65-го взятия Великой Отечественной войны? А что молодежь? Молодежь сейчас, молодежь войны не знает. Молодежь надо организовывать, чтобы они бы знали все, что это было. Вот, а тогда молодежь какая-то была не такая, как сейчас. Сейчас более сильно развитая молодежь. А тогда забитая молодежь была. Особенность в сельской местности. Семь классов кончил, а то и не кончил. Семь классов, и все, работать идет. Вот так. Ладно, спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова